Трудно найти более песенный край, чем наша Кубань. Здесь издавна очень любят самые разные песни, популярные хоровое пение. Успешное проведение краевого фестиваля конкурса «Поющая Кубань» убедительно это подтверждает. В городской дом культуры приехали хоровые коллективы из 12 учреждений образования Славянского района для того, чтобы участвовать в муниципальном этапе краевого фестиваля конкурса. Цель конкурса состоит именно в возрождении наших духовных традиций, именно хорового пения, потому что, как говорится, нет более песенного края, чем наша Кубань. И, конечно же, в жилах каждого из нас, каждого жителя, каждого ребенка должны течь вот эти песни, которые льются рекой, в частности, и на нашем конкурсе. Хорошее выступление на районном этапе – итог серьезной работы. К этому празднику песни участники подготовили самое лучшее из своего репертуара. Мы будем исполнять три песни. «Кошка беспородная», потом будем исполнять песни «Я гражданин России» и «Вод деревня» была в Ольховке. Дети рады показать себя. Мы подготовили новую программу, потому что в ноябре месяце был конкурс, где мы заняли первое место. Но постараемся и сейчас, как говорится, не ударить в грязь лицом. Я считаю, что традиция петь хором не просто объединяет, она должна быть в каждой школе. Первый лицей, где хоровому пению уделяют большое внимание, представил на фестиваль-конкурс два хоровых коллектива в разных возрастных группах. Снова старых друзей узнают, хоть и мне 25 летит, трудный путь и пришлось пройти. Это те, кто штыки, поднимутся как один, те, кто в рамку верит. Я очень люблю петь песни, выступать, часто занимаем первые места, и мне это очень нравится. Мы очень много занимались. Я уже пою года четыре. В детстве захотела петь, меня мама отвела в музыкальную школу, и я попала в школьный хор так. У нас очень дружный коллектив, мы часто собираемся, чтобы петь, репетировать. В итоге в младшей и средней возрастных группах победили хоры «Счастливое детство» и «Детство» из первого лицея. Лучшим разновозрастным хором стал коллектив «Радуга» из 29-й школы. В номинации «Хоры учреждений дополнительного образования» первенствовал хор «Звонкие голоса» из-за деления развития творчества «Жар птица». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».